Уникальный дар немецкой художницы Марии Сибилы Мериан заключается в умении детально и точно изображать объекты природы, будь то растения, насекомые или животные. Благодаря такому эффекту картины автора кажутся живыми. Впечатления подчеркивают грамотно подобранные цвета. Акварели Марии Сибилы Мериан, неутомимой исследовательницы природы, хорошо известны в Европе, Америке, Японии и не только. Спустя век интерес к ее работам не ослабевает. Они по-прежнему удивляют яркостью, насыщенностью и реалистичностью. Искусство веды и люди науки очень любят живопись Марии Сибилы Мериан именно за точность, детализированность. Она расписывала ткани, расписывала скатерти своими красками, которые она изобрела. То есть краски не выцветали, не теряли свою яркость. То есть когда можно было даже постирать эти скатерти, цвет оставался таким же ярким. Но именно ее страсть, были какие-то насекомые, какие-то бабочки. Родным отцом женщины был известный швейцарский мастер кисти и гравер. Однако в мир изобразительного искусства Марии Сибилы Мериан привел отчим голландский художник Якоб Морель. Супруга Марии Сибилы впоследствии тоже стал художником. Судьба женщины насыщена и сложна. Сотрудники Краеведческого музея поведали гостям экспозиции историю жизни и творчества автора, чем подогрели интерес к ее личности и, конечно, выставке работ. Помимо этого на экспозиции посетители ожидал мастер-класс по росписи скатерти. Продолжая в традициях Марии Сибилы, мы создали скатерть сегодня в технике аэрографии. Это забрызгивание листиков, растительных изображений и затем фиксирование воском и роспись. Изображение Мериан было помещено в Германии на банкноту в 500 марок, находящуюся в обиходе с 1992 по 2002 год. В честь художницы был назван один из немецких многоцелевых научно-исследовательских судов. Личность Марии Сибилы Мерин по-прежнему вызывает огромный интерес и говорит это о многом. Наконец, у Брещан появилась возможность познакомиться с известной художницей и ее произведениями. Такой шанс предоставлен всем желающим. Экспозиция проработает до конца декабря.